Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Тикмилл и сам я, Артур Изятулев. Оценки активности в производственном секторе и сфере услуг США сделали большой шаг, но в неверном направлении, едва удерживаясь в зоне подъема в мае, отчет Маркит неутечительным образом резюмировал данные, заявив, что новые заказы выросли самым слабым темпом с момента начала сбора данных в октябре 2009 года. Активность в производственном секторе упала на целых 2 пункта с 52,6 в апреле до 50,6 в мае. Значение выше 50 означает рост, но в данных нас интересуют абсолютные изменения помесячные, и они говорят о резком падении активности в производстве США. Вообще, темпы роста производства замедляются по всему миру, а в некоторых странах они вообще отрицательные. Производственный индекс производственной активности в Германии колеблется между 40 и 50 пунктами, то есть находится в режиме серьезного замедления. Среди компонентов индекса рост выпуска и найма замедлился, но, что более важно, новые заказы, то есть вперед смотрящий индикатор, сократились впервые со 2009 года. Как я описал в одной из предыдущих статей, в условиях высокой торговой напряженности компании живут за счет внутреннего спроса, то есть ориентируются на внутренние заказы, и если внутренний спрос слабеет, компании лишаются своей главной опоры. Майские данные могут задать начало данной тенденции. Негативное изменение пересмотрящего индикатора новых заказов спровоцировало снижение индексов компаний с небольшой капитализацией. Эти индексы раз в 2000 S&P 600 во время открытия торговой сессии в четверг продажи компаний составляющих данных индекс в силу их размера больше полагается на внутренний спрос, на внутренние продажи, что, собственно, и обуславливает такую сильную реакцию на эти данные. Именно, точнее, на факт того, что новые заказы в мае впервые с 2009 года сократились. Амплитуду замедления активности в производстве, кроме новых заказов, усиливало также ослабление темпов создания новых предприятий до минимального в посткризисное время. Одновременно это также означает падение принимательского оптимизма, что вынуждает фирмы сокращать расходы, что, в частности, выражается в замедлении темпов найма и росте увольнений. Так как доля производственных рабочих в общей занятости невысока, так как, в принципе, доля производства в совокупном выпуске США также занимает незначительно небольшую долю, агрегированные данные по отчету, агрегированные данные по рынку труда могут не отразить эту слабость. Отчет индексов активности составляется на основе анонимного опроса менеджеров компаний об улучшениях или ухудшениях различных аспектов их бизнеса, таких как новые заказы, новые экспортные заказы, задержки в поставках, изменения товарно-материальных запасов, изменения найма и т.д. Оценка активности во сфере услуг США снизилась на 2,1 пункта с 53 пунктов в апреле до 50,9 пункта в мае. Предыдущее изменение составило минус 2,3 пункта, если говорить об изменении с марта на апрель. Компонент новых заказов вырос незначительно, в динамике темпы роста новых заказов последовательно замедляются из-за ослабления потребительского спроса в США внутреннего и нарастания конкуренции. Композитный индекс, который объединяет производство и услуги, снизился в мае до минимума 3 лет. Тогда ОВП США, т.е. в 2016 году, во втором квартале вырос всего на 1,6%, став самым слабым темпом со времен Великой депрессии. Наиболее тревожным выводом из отчет является факт заражения именно сектора услуг ослаблением активности, на который приходится более чем 2,3 ВВП США. Слабые данные будут иметь отрицательные последствия для рынка труда, а также для инфляции, так как между некоторыми компонентами отчета и макроэкономическими переменами можно установить однозначную связь. Переменная найма в отчете по активности в производственном секторе или в секторе услуг оказывает непосредственное влияние, точнее имеет однозначную связь с рынком труда, а производственные издержки влияют на потребительскую инфляцию, так как если растут производственные издержки, то производители должны будут это включать в конечные цены, что и приводит к ускорению инфляции. Кроме того, существует опосредованное влияние показателей на инфляцию и занятости, и повальные ухудшения во всех компонентах индексов активности, которые произошли в марте, сулят достаточно невзрачный квартал для американской экономики. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.